Донара Владимировна Кубанова 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 То есть, путем проведения экспертиз своих работ, проведением каких-то плановых проверок по объекту. Фотофиксация тоже может быть как одним из примеров. Это судебное обжалование действий заказчика, если они такие были. Со стороны заказчика или со стороны участника мы проверяем на комиссии по включению в РНП письма, какие были предметы обжалования. То есть, претензионная форма обжалования этих действий. И в законе предусмотрена возможность участникам исправить допущенное нарушение, если заказчик принял уже решение о реанимационном отказе. У участника есть 10 дней, чтобы исправить те нарушения. И если участник в течение 10 дней исправил допущенное нарушение, то у заказчика есть основания отменить то решение, которое он принял. Скажите, пожалуйста, Донара Владимировна, а вот сама комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области, она чаще бывает на стороне исполнителя или на стороне заказчика в этих случаях изначально? На чьей стороне симпатии? Не думаю, что мы можем склониться к какой-либо стороне. Мы на стороне закона. И если есть препятствия, как и у заказчика, например, заказчики тоже могут нарушить закон. Вы их тоже наказываете в этой ситуации? Конечно. В действии заказчика мы фиксируем нарушения, передаем материалы на возбуждение дела об административных правонарушениях. Это весьма строгивает ответственность КОАП как и на должностных лиц, так и на юридическое лицо в целом. Ведь, может быть, заказчик даже сознательно торпедирует усилия исполнителя по каким-то своим причинам, может быть, не всегда даже правомерного характера. Бывают такие ситуации? Большое популярное нарушение, грубо говоря, это нарушение, когда заказчик нарушает саму процедуру расторжения контракта. Потому что процедура расторжения, она весьма строгая, весьма регламентированная. Каждый срок размещения информации на сайте, вступление в силу решения, заказчик порой не соблюдает эти сроки. Что говорит тоже о нарушении самой процедуры расторжения и благодаря этим нарушениям порой не всегда дается включить участников в РНП, потому что процедура расторжения сама нарушена. Мы, конечно, оценим все обстоятельства рассматриваемого вопроса, но если заказчик нарушает процедуру, то, конечно, уже чаша весов может преломиться в сторону участника. А вообще давайте попугаем немножко и одну и другую сторону. Что касается ответственности, меры ответственности за нарушение законодательства антимонопольного, как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика, насколько серьезные здесь санкции предусмотрены? Со стороны участника это включение в РНП, включаем на два года, то есть участник лишается возможности участвовать в госзакупках на два года. Со стороны заказчика это нарушение 44-го федерального закона, либо 223-го федерального закона. Административная ответственность предусмотрена статьей 7.32, то есть нарушение порядка, это часть 6.7.32, нарушение порядка расторжения и изменения контракта. На должностных лиц это порядка 50 тысяч штраф, а на юридическое лицо 200 тысяч рублей. Ну и в завершение хотелось бы, Донара Владимировна, чтобы вы в нескольких словах сказали о том, какие сведения включаются в реестр недобросовестных поставщиков, по каким параметрам, по каким критериям искать, если заинтересован заказчик. В первую очередь это ИНН организации, это учредители, либо коллегиальный орган, это его адрес и сама закупка, по которой был заключен этот контракт. То есть скрыться после недобросовестного исполнения контракта, замаскироваться, организовать какое-то другое предприятие не получится, потому что и в том числе и данные конкретных людей тоже попадают в этот реестр. Все делаем ради этого. Спасибо вам огромное еще раз, Донара Владимировна, за то, что пришли сегодня к нам в студию и поделились этой полезной информацией. Я думаю, что она полезна не только для участников закупок, как с одной, так и с другой стороны, государственных закупок, но и для рядовых граждан нашего Одинцовского городского округа. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что вы смотрели специальное интервью на канале ОТВ. До новых встреч.